Привет, друзья! Сегодня у нас 27 февраля и я сею семена томатов на рассаду. Так как томаты у меня растут в теплице, вот для средней полосы вот сейчас самые оптимальные сроки, чтобы мне уже двухмесячную рассаду высадить на постоянное место. Но это бывает у нас в конце апреля или в начале мая месяца, в зависимости от того, как нам повезет с погодой. Для пассивов, это у меня первая партия пассивов, я отобрала гибриды и сорта. Это средне-спелые и средне-ранние, так как им все-таки надо немного больше времени для развития. Ну, чтобы просто нам пораньше с вами собирать урожай. А вот раннеспелые, ультраскороспелые томаты, это я уже буду сеять в первой декаде марта. Рассаду томатов, ну, собственно, как и практически всю другую рассаду, я выращиваю всегда без пикировки. Больше мне вот так вот нравится, так неудобней. Приготовила я вот такие стаканчики, они объемом 200 мл. Грунтом я их заполнила наполовину, то есть, ну, мне этого на первое время будет вполне достаточно. Так мы еще и грунт с вами сэкономим. Пролила я их также, ну, не простой водой. А в воду я добавила на 1 литр воды 1,5 мл маточного раствора фитоспорина. Делаю я это просто-напросто потому, что сами семена томатов я никогда ничем не обрабатываю, не замачиваю, никак их не проращиваю. А вот полив фитоспорином, ну, это будет своего рода вот уже такая профилактика и для самих семян, и на будущее для растений, для защиты от грибков и заболеваний. И вот именно желательно, вот если вы также вот обрабатываете землю своей фитоспорином, желательно это сделать накануне, вот не в момент сам посева. Это надо для того, чтобы вот бактерия сельной палочки прижилась у нас благополучно в грунте и начала там работать. То есть вот сегодня вот уже стаканчики полностью готовы к приему новоселов. Дальше, что по поводу глубины заделки семян. Семена томатов надо сеять на глубину 1 см. Больше не надо, но и меньше нежелательно для того, чтобы потом у нас появились всходы именно без шапочек, вот как их еще называют парашютисты. Иначе вот эту самую семенную оболочку бывает очень сложно потом снять, не повредив семидольные листочки. Беру обычную ручку и на глубину 1 см делаю в середине горшочка луночку. Делаю обычной шариковой ручкой, можно пальцем, можно карандашом, кому чем удобнее. И осталось сюда поместить само семечко. Если семян много, можно в каждую луночку положить по 2-3, но у меня семян мало, поэтому я вот одно семечко сюда и бросаю. Все, вместилось оно в домик и обычной этой же ручкой я вот так прям просто заделываю. Никакого грунта больше сверху я не досыпаю. Горшочек я ничем не поливаю, потому что здесь влаги вполне достаточно. Сейчас я посею вот так вот все свои томаты, беру вот такой лоток и переставлю сюда вот стаканчики. Далее я просто-напросто сделаю себе мини-тепличку, накрою крышкой, можно взять обычную пленку. И уберу в теплое место температуру плюс 25 градусов до появления всходов. Семена томатов всходят довольно-таки быстро, поэтому обязательно следим, ежедневно проветриваем тепличку. И где-то на четвертый день вот наверняка у вас уже появятся первые всходы. Как обычно переносим под лампы, желательно первые 3-5 дней круглосуточной досветкой температуру снизить до плюс 18 градусов. Вот обратите на это внимание, чтобы у нас томаты не вытянулись, потому что они очень склонны к вытягиванию. А вот когда вот такая пониженная температура и круглосуточный свет, будет все прекрасно и у вас получится потом такие ровненькие, крепенькие малыши. Конечно, можно не заниматься такими посевами сразу в отдельные горшочки, а вот так вот произвести посев в общую емкость. Вот смотрите, вот у меня здесь есть несколько штук томатов, но это не думайте, что я довела до такого состояния, рассада переросла. Это меня просто просили вырастить несколько штучек для раннего урожая, и вот никак не получается у людей приехать забрать. Кстати, давайте-ка приезжайте поскорее. И потом просто распикировать, но это именно будет уже распикировать в отдельные стаканчики. Так как при пикировке, как бы мы ни старались, мы не сможем отсюда вынуть растения, не поведев корни. Соответственно, это вот и есть эта пикировка. Но единственное, в принципе, ничего страшного в этом нет. Единственное, вот такие вот распикированные растения, так как у них уже будет немного другая корневая система, более поверхностная, их будет надо просто чаще потом на грядках поливать. Вот заодно еще вам хочу сказать, вот я на днях вам, помните, говорила, стоит ли подкармливать рассаду, когда и нет. вот на этом примере очень хорошо все видно здесь вот у томатиков уже нижние листья начинают желтеть обратная сторона листочков покрывается таким вот но такой налет немного розово-фиолетовый это значит что томатам не хватает ни азота не фосфора также и калия мало но это в первую очередь потому что здесь уже земли практически ты не осталось и вот такую рассаду вот я конечно не буду я ни в коем случае подкормить если сегодня завтра у меня друзья не приедут их не заберут я просто рассажу в новые горшочки с новым объемом грунта соответственно таким образом я еще томаты подкормлю чем заключается дальнейший уход за рассадой друзья но как я уже сказала первые 3 5 дней это круглосуточная досветка объяснила почему далее через пять дней переводим их на режим день-ночь днем световой день с учетом солнечного освещения это 14 часов и температура 18-20 градусов ночью по возможности пожалуйста снижайте температуру до 15-16 градусов для того чтобы именно предотвратить вытягивание рассады спасибо большое за внимание до новых встреч и всем пока